Всем огромный пламенный привет, ребят. Ну что, мы сейчас находимся в отеле, в котором живут игроки Wildcard M5, и мы хотим посмотреть, что у них там внутри, что они хранят в своих комнатах, поэтому мы пойдем к ним, они еще спят, но мы их, я думаю, приятно удивим, поэтому пошли вместе со мной, let's go! Пошли, пошли, let's go! Сейчас мы зайдем в номер к первым игрокам, ребятам, которых, может быть, многие не ожидали увидеть стартов в составе, но они здесь есть. Пока что они спят, поэтому не очень хочется их прям жестко будить, ну что ж поделать? Здравствуйте, это Evil King, кстати, познакомьтесь. Можете, пожалуйста, устроить нам небольшой рум-тур? Да, можно. Спасибо. Собственно, друзья, вот комната людей, которые будут выигрывать Wildcard. Вопросы? Вопросов нет, вы заходите пока. Отлично. С Evil King также живет один прекрасный лесник, который резко и неожиданно превратился в румера, это Фангор. Фангор в своей естественной среде обитания, как мы можем заметить, Фангор сейчас доволен и наслаждается жизнью. Господин Фангор, расскажите, пожалуйста, как ваши ощущения, что какие-то люди завалились к вам в 11 утра? Нас снимают круглыми днями, и даже теперь, когда я просыпаюсь, я вижу, ну, не лучи солнца, потому что у нас все закрыто, а камеру. Я в недоумении и очень счастлив. Как прошел джетлаг у вас? Что, прости? Джетлаг. Ну, достаточно неплохо. Ну, знаешь, когда часовой пояс меняется? Ну, я понимаю, нет, нормально. Нормально все? Да. Ты уже бодр, я смотрю, весел и готов заряжать всю свою команду наилучшим настроением. Я правильно понимаю? Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, да. И, Вил, ты покушал? Да, мы утром покушали в 6.30 утра. Серьезно? Да, покушали, потом пришли спать, опять легли. Уж сразу постоянно мучают этими съемками, в виде дни, ну и так далее. То есть, постоянно какие-то есть мероприятия, плюс праки, ну и так далее. Меня во всей этой ситуации, честно говоря, в их руме больше всего удивляет наличие и количество телефонов, которые есть. Это просто что такое, фангур, у тебя есть? Вот там. Вон еще один, вот еще один. То есть, всего суммарно 6 телефонов почти используются ребятами в различных ситуациях. Зачем вам столько много? Ну, у каждого есть прокфон, грубо говоря. Это мой личный прокфон, там лежит, с которого я играю. У Русу тоже. Рокфон, с него официально играешь, плюс iPhone, вот, и личный телефон. С него я, ну, общаюсь с Задим. Ага, а тогда еще один вопрос. Это вы покупали столько еды, которая там есть? Посмотрите, кстати, там огромное количество еды. Еду предоставляют нам нутуны, вот, то есть внеограниченное количество снейки там, колу мы просим, там воду, нам все предоставляют бесплатно. Я почти уверен, что у каждого из игроков, который живет в нашем отеле, будут закрыты шторы, поэтому я буду делать следующим образом. Все, теперь у вас нормально, наконец-то. Реколепно. Отлично. Выбиваешь вампира. Кстати, шикарный вид, на самом деле, открывается, учитывая, что здесь прямо рядом находится еще одно здание слева, с темными зеркалами, выглядит это, ну, типа, прикольно. Особенно вечером, если там еще и где-то свет зажжен, типа, снизу. Это выглядит классно, как будто мы на курорте, а мы же на курорте, точно. Ладно, ну что, мы вас больше тревожить, я думаю, не будем. Пойдем дальше, потому что у нас там еще огромное количество ребят. И теперь, друзья, мы пойдем к следующим игрокам команды Umbrella Squad, Coach Defender и Castle, которые тоже, я думаю, спокойно спали, наслаждались своими сладкими с нами, но теперь пришло время им их разбудить. Тихо, 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 тихо. Тут Castle наелся и спит. Не будите его. Я голоден. Дайте мне уник, я его уничтожу. Немножечко мы все подуспокоились, и, собственно, Castle, во-первых, расскажи, пожалуйста, про свой лук. Лук, ну... Три в одном. Ладно, одна в одном, короче. Две тапочки в одной ноге, это плюс к силе 5. И сандали от Defender тоже плюс к уверенности. Кстати, у вас комната типа как практиц, да? То есть именно здесь вы тренируетесь, верно? Да, и здесь в основном бардак бывает. Обычно у меня все воруют здесь мои челы. Вот эта грязь. Они здесь шалили, покушали. Короче, они этот Maro, Trouble, Black March, все, что есть, воруют. Хорошо. А почему ты не сказал им оставить тебя в покое? Оставить меня в покое. Потому что они голодные приходят. Потому что их надо подушкой бить, они вообще обнагрели. Окей. Кстати, это одна из немногих комнат, в которой нормально раздвинуты шторы. Типа, мы сейчас приходили к Фангору с Ивилом, и там просто задвинуто все, там все сонные, там только спят. Но здесь уже все бодрствуют. Почему так? Почему так рано вы ссали сегодня? Потому что мы экспиралом. Ну, мы качаемся, мы встаем утро, у нас дисциплина. Ёлки-палки. Эта дисциплина, я так понимаю, налаживает коуч? Давай, не сюда. Да. Налаживает коуч. Легенда, самая настоящая. Это вам? Да можешь так оставить. Ладно. Так, Дев, расскажи, во-первых, как у вас здесь вообще настрой боевой? Теперь лучше. Как у вас боевой настрой? На победу. На победу? Супер. Как тебе, кстати, вообще в целом отель, комната и так далее? Вид могло быть лучше. Тебе не нравится вид? Я хотел бы видеть там, ну, прям за стеклом кубок М5. А, ну в таком случае, естественно, это был бы идеальный вид. У вас есть ноут, кстати? Да, мой. А, этот вы? Да. Здесь проходит аналитика? Да, записываем туда игры, ни разу еще, конечно, не записали. Потом анализируем, ни разу еще не анализировали. Как праки вашей команды проходили? Ну, в общем, смотри, первые игры все время идут серьезно, вне зависимости от соперника. Ребята стараются выкладываться на максимум, потом немного начинают расслабляться, поэтому у меня здесь все время есть, ну, я бы сказал, это инструмент для повышения дисциплины и морали в команде. Поэтому все кто-то начинает халтурствовать и как-то играть на расслабоне. Шалить. Да. Отлично. Окей, я так понимаю, что вы уже не спите, вы бодрствуете максимально, поэтому я желаю вам хорошего дня, ребят. И давайте на победу, ладно? Нормально, чтобы было. Слава фанатам. Касов. Что ты дашь фанатам? А, я приведу вам бровую схватку победы. А вы за нас болеете. А, да, да, вы за нас болеете, обязательно. Да, это вам. Любви, счастья, здоровья за то, что за нас болеете. Поддерживайте нас и дальше. Все. Мы вас точно обрадуем. Я надеюсь, что вы обрадуете, действительно. Так, ладно, все, мы вас отпускаем отдыхать. Все, давайте, не шалите тут. Все, давайте, пока. А мы пошли дальше. Мы видели бодрых Дефендера Касла, мы видели также сонных Эвила и Фангора. Ну, и теперь хочется посмотреть, как там себя чувствует Траблмейкер и Блэкмарш, которые находятся прямо тут, в соседней комнатке. Поэтому давайте же у них и спросим. Это самое долгое открытие двери за сегодня, кстати. Я даже как-то такого не ожидал. А это точно комната Блэкмарши Траблмейкер? Нет, ты не уйдешь просто так. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, в кого-то... Вы кого закинули? Ладно, продолжаем. Траблмейкер, здравствуйте. Пожалуйста, пригласите нас к себе в комнату. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы только проснулись? Слава богу. Отлично. Блэкмарш спит? Отлично. Блэкмарш. Доброе утро, солнышко. Снимать тебя сейчас будем. Собственно, вот у нас комната Траблмейкера в Блэкмарше. Шахид, как себя чувствуете? Отлично. Как с утреца настроение? Вы на завтрак не ходили, я так подозреваю, да? Конечно, не ходили. Как так? Почему? Почему нет вот этого боевого настроя? Почему где, значит, встаем рано с утра, чтобы позавтракать, после этого пойти на обед, кайфушно провести время? Что не так? Мы просто режим восстанавливаем с Тимуром. Мы последние два дня не спали. Серьезно? Сегодня вы спались за два дня, да. Перед турниром восстанавливаем режим. Кстати, как по мне, это самая чистая комната из всех, которые мы только что видели, потому что у Касса с Дефендером просто жесть. У Фангора с Ивиллом тоже куча телефонов по всей комнате. Здесь более-менее еще убрано, кстати. Слушай, ну даже зацепиться не за что. Бардака даже нету. Единственный лежит Блэкмарш. Дайте мне сюда это. Спасибо. Господин Блэкмарш, здравствуйте. Привет. Что тебе снилось? Ничего. Ты не видел никаких снов? Сколько ты поспал? Сколько времени? Понятия не имею. 11.40. Пора вставать. 11 часов. Потому что совсем скоро тебе уже ехать на арену и выигрывать абсолютно всех, правильно? Да. Отлично. Фига себе, что за часы такие? Это мои. Это твои часы? Да. Модные, стильные, молодежные. Откуда такие? Ты выиграл их или купил за призовые СМСС? Нет, бабуля подарила. Отлично. Это были ребята из Umbrella Squad. Собственно, Troublemaker, Блэкмарш. Мы вас отпускаем. Блэкмарш, не просыпай, пожалуйста, завтраки в следующий раз. Ты, кстати, тоже. Все. Давайте. Пока. Увидимся. Марл слишком крепко спал, друзья, поэтому до него достучаться все-таки не получилось. Ну и ладно, как бы, что с ним делать, да, получается? Мы посмотрим сейчас за то, друзья, с вами отель полностью, в котором живут игроки. И тут огромное количество всего интересного. Так что давайте посмотрим, что тут еще есть в отеле. Мы сейчас находимся на одном из этажей данного отеля, друзья. И здесь есть очень много всего интересного. Приятно, что на самом деле всегда есть подсказка. Вот, например, есть японская кухня, Health Club, Gavana Club и Swimming Pool. И, наверное, конечно, для всех абсолютно самое интересное место – это всегда Swimming Pool. Поэтому давайте пойдем покажем вам, что там есть. Кстати, вот как раз и находится Health Club. Понятия не имею, что это такое, но выглядит, как будто это какие-то бани или что-то типа того. Но давайте посмотрим на сам бассейн. Выглядит он просто отменно. Здесь, конечно, безумно красиво. Он не такой, конечно, супергигантский, да, безусловно. Но я бы сказал, что вполне-вполне выглядит за счетно. Мы приехали на другой этаж, друзья, чтобы посмотреть, что имеется тут. Ну, кстати, опять же, здесь уже начинаются, между прочим, даже сами комнаты. Но самое интересное, я думаю, что здесь есть – это, конечно же, теннисный корт и гимнастический зал или джим. Собственно, давайте же посмотрим, кто у нас босс от этого джима. Let's go. О, мы не туда идем. О, посмотрите, там есть какие-то туристы. Здравствуйте, вы простой турист? Здравствуйте, я тут отдыхаю, а вы кто? Мы, собственно, меня зовут Ёжик, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста… У вас странное имя. Действительно. Расскажите, пожалуйста, чем вы тут занимаетесь? Джим, босс оф д джим, воркинг хард, вот это все… О, very well. Very well. Вы можете попробовать открыть. А, он не открывается? Почему не открывается? Вы просто никогда не пробовали читать. Пул. Но тут перед этим написано «to enter, touch the room key card». У вас она есть? Да. Тогда вам нужно нажать на нее. О, смотрите, у вас сразу все заработает. То есть это работает так? Да, совершенно верно. Вау, блестящая технология. Удобно, максимально. Можно сидеть и проводить так дни. Казалось бы, но ты в тренажерном зале, поэтому нужно качаться. Я бы провел так весь день, но мои руки не настроены на то, чтобы качаться. Мои руки настроены на то, чтобы брать мне в славу. Пойдем дальше. Давайте пройдем дальше, друзья. Посмотрим на теннисный корт. Здесь очень интересная дорога к этому теннисному корту. На самом деле, что самое прикольное, что первый раз, когда мы сюда шли, здесь был дождь, и мы обходили с той стороны. Но это было небольшой ошибкой. Теннис корт. Вот такая вот прекрасная надпись встречает нас. Ну и действительно гигантский по своим размерам теннисный корт с релаксирующей зоной в виде столиков. Можем сюда выйти. Вот, собственно говоря. Оп-оп-оп. А вот мы уже и тут. Здесь ребята будут тоже, я думаю, тренироваться. Здесь можно играть 2 на 2, 1 на 1. Поэтому, может быть, затащим сюда кого-нибудь попозже. А пока пойдем дальше. Ну что, друзья, и мы уже спустились на другой этаж нашего отеля, в котором мы можем видеть интересную одну зону, которую в других отелях вы нигде не найдете. Это зона М5, на которой, собственно говоря, раздают вот такие вот бейджики всем игрокам, талантам, участникам и всем, кто связан с этим великолепным поистине мероприятием. Вот такие вот приветливые люди нас встречают. Но, кроме того, здесь есть еще много всего интересного. Так что давайте посмотрим, что еще мы найдем на первом этаже. Вот, к примеру, у нас есть великолепный динер-рум, в котором ребята могут пообедать, поужинать, позавтракать и много-много всего интересного проводить. Тут постоянно мелькают игроки из всех команд, потому что все команды любят покушать. Вот так вот это все суперски выглядит. Причем, посмотрите, здесь есть даже еда. И я вам так скажу, я первый раз в стране Юго-Восточной Азии, но здесь максимально вкусно все. Да, острова-то, и многим может это не зайти, но чаще всего вы привыкаете за первые тройку дней. Вот, кстати, кейбиджи даже тут проходят, что-то кушают, но, собственно, потому что время обеда, и, соответственно, мы можем посмотреть на еду, которая у нас здесь представлена. Рис, который постоянно используется практически в любых блюдах, так как чаще всего в Юго-Восточной Азии рис заменяет буквально хлеб, поэтому здесь рис представлен везде. Чикен карри. Вот это вот интересная красная штука, которая выглядит максимально острой. Понятия не имею, что это, но выглядит вкусно и остро, так что я бы, наверное, даже что-нибудь и попробовал бы, но надо еще дозаписать вам и показать, что тут творится. Ооо, воу. Вот такое, кстати, за первые тройку-четверку дней я такое блюдо вижу даже первый раз. Между прочим, здесь также есть огромное количество разных сладостей. Да, посмотрите, здесь есть всякие ананасики, арбузики, папайя, не папайи и так далее. Все имеется для игроков и для стаффа, которые занимаются этим ивентом. А, кстати, все хвалят мороженое. Не знаю почему, я, честно говоря, не пробовал, но многие игроки говорят о том, что мороженое – это самое вкусное, что здесь вообще есть. Собственно, мы видим также игроков, которые в этот момент тоже тренируются в этом самом лаунже или болтают, или что-то смотрят. И такое здесь постоянно и часто, так что классический лаунж, что сказать. Но, друзья, собственно, на этом мы заканчиваем нашу презентацию отеля. 727 дней нас не было на чемпионате мира. И, конечно же, наконец-то мы вернулись. Так что обязательно поддерживайте команды Umbrella Squad и Deusult на официальных трансляциях на официальном YouTube-канале Mobile Legends Bank. Киберспорт. Собственно, с вами был Ёжик. Увидимся. Пока-пока.